Ну шо ты, я рад приветствовать тебя на канале Tasted, меня зовут Фил и let's go! На моем канале мы изучаем сферу криптовалют, мы изучаем сферу move to earn и также мы становимся вообще образованными людьми в этом направлении. Параллельно с тобой я изучаю новую информацию, так как с начала мая 2022 года я прохожу интенсивное обучение на одном из самых топовых потоков по изучению криптовалют. Я работаю с людьми, которые занимаются сферой вообще все, что связано с криптовалютами с начала 2016 года. То есть эти люди вообще разбираются от а до я во всех топовых направлениях. И той информацией, которой я могу делиться, я делюсь на этом канале, поэтому чтобы не пропустить вот этот весь поток свеженьких данных, которые обязательно должны существовать в твоем портфеле знаний, этим всем я делюсь на моем канале, поэтому подписывайся, ставь лайк и let's go! Сегодняшний ролик, по моему мнению, является самым базовым и самым основным роликом для каждого человека, который уже знаком или только-только начинает изучать сферы криптовалют. И урок номер один – твоя безопасность. Безопасность – это самое главное, что существует вообще в сферах криптовалют, потому что на самом деле это свобода. Свобода, которую ты берешь в свои руки и руководишь своей жизнью. Также ты берешь на себя ответственность, и с этой ответственностью приходят вещи, которые ты обязан делать. Ты обязан хранить сам свою безопасность. Как делать это правильно и какие способы существуют сегодня самого надежного хранения криптовалют, об этом сегодня поподробнее. Сегодня ко мне посвящался Паштальон, принес мне вот эту посылочку, в которой лежит Ledger Nano S+, о которой мы поговорим сегодня. И это холодный кошелек для хранения криптовалют. Как его заказать? Ты переходишь на официальный сайт Ledger, ссылочка находится внизу в описании, и добавляешь его к своей карте. И у тебя появляется цена 88 долларов, в Германию стоит доставка 8 евро. Потом вот это 14.14 – это налог, который я заплатил. Потом я нажимаю на Checkout, и перехожу к оплате этого продукта. Итак, здесь ты проходишь свою регистрацию, записываешь свое имя, фамилию, вводишь свой имейл и адрес, куда должна быть доставлена вот эта посылочка. Дальше проходишь метод оплаты. Я оплатил по PayPal. Также ты можешь платить в биткоинах, также ты можешь платить кредитными карточками. Любой способ оплаты принимается на сайте Ledger. И дальше через определенное количество времени ты получаешь вот такую посылочку, которую мы сейчас будем с тобой вместе распаковывать и смотреть, что же находится внутри. Итак, я открываю своим супер острым ножом, как я это видел во всех распаковках. Да, конечно, распаковщик с меня еще тот. Я специально достал самый острый нож, который у меня был в квартире. И, о да, маленькая коробочка, больше ничего можем выкидывать. И приступаем к распаковке Ledger Nano X. Вот так вот оно все выглядит. Я надеюсь, тебе вот это видно на этой камере. Я открываю аккуратнейшим способом. Коробочка на самом деле выглядит приятно. Вот какая-то бумажечка ненужная. Итак, давай, открывайся, открывайся. Сидит на самом деле оно упруго. И первое, что я вижу, trust yourself, доверяй самому себе. И это просто какая-то картоночка. И вот, вот Ledger, вот сам кошелек. Выглядит он как обыкновенная флешка. На самом деле, я его еще не распаковывал. Я первый раз в руке держу, на самом деле, вот этот холодный кошелек. Так как у меня до этого не было ни одного холодного кошелька. И я решил сразу, чтобы поделиться такой новостью, да, я заказал себе холодный кошелек. Дальше у нас здесь небольшая инструкция, которую мы, конечно же, читать не будем. Как же без макулатуры? Я уже сразу вижу наклеечка. Наклеечки мы любим. Отлаживаю в сторону. Дальше здесь всякие инструкции, инструкции, инструкции. Это все очень прикольно. Но вещь, которую я ищу, это бумажечка, куда я буду записывать свои 24 слова. Потому как я ее здесь еще не нашел. Возможно, это нужно было заказывать экстренно, но нет, я нашел такую бумажечку. Вот здесь вот сюда я могу написать свои 24 слова. Это такой маленький-маленький блокнотик. Сюда я буду записывать самое главное, мою сит-фразу от моего кошелька. Отлаживаю ее так же само в сторону и всю остальную макулатуру. А, здесь даже она три раза продублирована. Это мы все отлаживаем в сторону макулатуру. Складываем обратно в коробку и начинаем уже рассматривать сам девайс, процесс установки и так далее. После небольшой распаковочки мы загружаем одну из трех версий, которая подходит лично тебе. У меня это Mac App. Вот я перехожу в это приложение, которое я уже скачал. Выбираю создать новый кошелек. Подтверждаю все вот эти штучки. И let's go. Итак, я готов. Я все понял. Подключаю мое устройство к компьютеру. И здесь с помощью вот этих двух кнопочек ты можешь руководить вот этой флешкой, вот этим кошельком. Здесь две кнопки, то есть ты можешь либо влево идти, либо вправо, либо зажатием двух этих кнопок ты можешь подтвердить действие. Первое действие, которое я подтверждаю, это создать новый кошелек. Я нажимаю на две кнопки. И здесь я могу выбрать пин-код от четырех до восьми символов. Я выберу восемь цифр, потому как я считаю, что такие вещи это серьезные вещи и нужно их защищать по-серьезному. Поэтому я сейчас вбиваю код и продолжаю. Итак, после того, как я записал свой пароль и сохранил его, подтвердил его два раза, здесь мне говорится, нужно записать мои 24 слова. Я нажимаю на две кнопочки. И мне говорится, что это нужно обязательно сделать. Я все понял. Нажимаю правую кнопочку. Понятно, понятно, понятно. Press button to continue. Хорошо, нажимаю две кнопочки. И начинаю записывать мои 12 слов на вот эту бумажку, которую мне предоставила компания Ledger. Можно было заказать такую специальную красивую бумажку, но я решил сэкономить денег и мне дали вот обыкновенную, чего мне на самом деле с самого начала хватит. Если что, я закажу вот эти всякие аксессуары немного попозже, но сейчас мы разбираемся. Вот самые базовые шаги, которые нужно сделать. После того, как ты заполнил твои слова, переходишь дальше к следующему шагу. И здесь нужно пройти небольшой опрос. Вопрос заключается в том, где будут сохраняться мои, моя криптовалюта. Нажимаем, конечно же, на блокчейне, потому что это понятно. Второй вопрос заключается в том, что произойдет, если твои 24 слова будут ненадежно сохранены. Что же лучше делать? Первый ответ, это вообще не проблема. Ledger мне сможет прислать новые 24 слова. И второй вариант, что тебе нужно будет очень срочно, их перекинуть, так скажем, на надежное место. Мы выбираем, конечно же, второй вариант. Это, конечно же, правильно. И третий вопрос, что же произойдет, когда мы подключаем свое устройство к компьютеру, оно будет коротко подсоединено к интернету. Нет, это неправильно, я не знал этого. Хорошо, мы прошли эти все поинты, все понятно. Нужно нажать две кнопочки, и оно начинает что-то загружаться, «Конто создать», и мы создаем сначала биткоин, добавляем, это самая первая валюта, которую я добавлю. Биткоин загрузился, это длилось буквально 15 секунд. Открываем его с помощью нажатия двух клавиш, оно обратно загружается. Итак, после того, как мы подключили биткоин, у меня теперь получилось сделать это приложение на русском языке. Мы переходим на мои счета и добавим еще один счет, например, эфир, потому что эфир это вторая по капитализации криптовалюта, мы добавляем также ее. Оно сейчас загрузит ее на наше устройство. Мы можем на устройстве Ledger Nano S Plus хранить до 100 различных криптовалют, без того, чтобы ты их загружал, удалял, загружал, удалял. Мы нажимаем две кнопочки, подсоединяем эфир, идет загрузка, и мы добавляем свой счет на нашу флешечку. Нажимаем «Готово», две кнопочки, и теперь после добавления эфира мы на нашем устройстве видим также, что отображается не только биткоин на моем кошельке, но еще и эфир. Давай же проведем теперь первую транзакцию и переведем первые биткоины на мой кошелек. Как же это происходит? Мы переходим на отдел, вот это там, где написано «Счета», входим на биткоин, тут написано «Еще нету криптоактивов», нажимаем на «Получить», выбираем наш аккаунт, который мы создали на биткоине, нажимаем «Продолжить». Должны мы подтвердить вот это наше действие с помощью леджера, который мы уже подключили. Нажимаем две кнопочки, оно начинает загружаться, и теперь нужно перепроверить вот этот адрес, который стоит здесь, с адресом, который стоит у нас на нашем устройстве. Мы нажимаем «Ок» с помощью двух клавиш, я его уже посмотрел. Итак, после того, как ты скопировал свой код, переходишь на свою биржу, в моем случае это «FTX», вводишь количество биткоинов, которые ты хочешь переслать, также адрес, и вводишь код аутентификации. Итак, я нажал «Withdraw», и все, и мои биткоины улетели, здесь не видно их, и теперь давай посмотрим, как же быстро они появятся у меня в моем портфеле. Итак, прошла буквально минута времени, мне начислили мои биточки на мой кошелек, теперь я могу его отсоединять от моего компьютера, и потом в режиме реального времени наблюдать за моим портфелем, что же с ним происходит, какая актуальная цена биткоина или той криптовалюты, которую я переслал на мой кошелек, и я в любой момент времени смогу посмотреть, сколько же он стоит сейчас. Итак, небольшое резюме. Самым главным правилом криптовалютчиков является «Not your keys, not your tokens». Итак, криптовалюта теперь принадлежит полностью мне, потому что все ключи, которые блокивают мою криптовалюту в блокчейне, находятся у меня, доступ находится только у меня, я доверяю биржам, но не настолько, сколько себе, поэтому я беру ответственность на себя с помощью вот такой небольшой маленькой детальки, которая делает мою жизнь более свободной, что ли, так скажем. Если у тебя остались еще какие-то вопросы по вот этому устройству или вообще по холодным кошелькам, по установке приложений, если тебе что-то непонятно или есть какие-то специфические вопросы, задавай их обязательно в комментариях, я отвечаю на каждый из них, но также нас собралась комьюнити из людей, которых хотят развиваться в этом направлении. За крайнюю неделю на мой канал подписалось более 500 человек, чему я просто очень сильно рад, потому что это такой знак для меня, что не только я интересуюсь этим делом, но еще и ты, еще и все твои друзья, которые хотят быть успешными, богатыми, счастливыми. Приглашай их всех на наш канал, чтобы мы все вместе развивались. Обязательно ставь лайк, потому как это развивает мой канал еще быстрее, дает мне мотивацию записывать новые ролики, поэтому, чтобы не пропустить такой обязательно важный контент, я тебе предлагаю еще раз подписаться на мой канал. С тобой был Фил и летс гоу! Субтитры сделал DimaTorzok